Эфир телеканала Белару 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Непростыми оказались сутки для огнеборцев Гомельской области. В Мозере спасатели тушили пожар в двухквартирном жилом доме, происходящее снято на камеру GoPro, прикрепленную к каске пожарного. И вот как это выглядит. Горит кровля открытым пламенем. Первый номер 4 цистерны подтверждают. Как сообщается, открытым пламенем горела кровля деревянного двухэтажного жилого дома. Хозяева обеих квартир покинули жилище еще до приезда пожарных и находились на улице. Мозерские спасатели ликвидировали возгорание. Комнаты пожар не затронул, но кровлю теперь придется отстраивать заново. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – занос постороннего источника зажигания извне. До 10 лет лишения свободы грозит житель Жлобина, который в ходе разборки с неприятелем разбил о его голову бутылку из-под шампанского. Ссора между мужчинами произошла около одного из развлекательных заведений райцентра. Сначала в ход пошли кулаки, ну а потом и подручные средства. Как сообщает в Следственном комитете, в результате удара бутылкой по голове потерпевший получил травму. Оглашен приговор в отношении одного из начальников отдела Гомельской войсковой части. Мужчина осужден за кражу более 20 тысяч литров дизельного топлива и 400 литров моторного масла. Подсудимый создал в воинском подразделении устойчивую схему по хищению горюще-смазочных материалов и реализации их по цене ниже рыночной. Сумма ущерба – 26 тысяч рублей. Деньги бывшему сотруднику части придется вернуть и при этом три года отбыть наказание в колонии усиленного режима. Более полутора тысяч рублей – сумма ущерба, причиненного природе в результате рыбалки браконьерским методом. В Житковичском районе сотрудники природоохраны задержали мужчину, который на озере Червоное выловил 12 килограммов рыбы. Возбуждено уголовное дело. Лов всех видов рыб в рыболовных угодьях Гомельской области запрещен с 20 марта по 18 мая, за исключением любительского рыболовства, осуществляемого одной удочкой с одним крючком, либо одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой с одним одинарным, двойным или тройным крючком, светлое время суток с берега, то есть без захода в воду, либо со льда. В Гомеле водитель автомобиля «Пежо» совершил наезд на 19-летнюю девушку. ДТП произошло на пешеходном переходе улицы Барыкина. Потерпевшая попала в реанимацию. Водителям рекомендуется более внимательный проезд пешеходных переходов нерегулируемых, а также соблюдение дистанции, бокового интервала и с учетом уличной дорожной сети скорости движения. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok